Привет, друзья! Разберем интересные события сегодняшнего дня. Возможно, многие из вас ожидают, что я сегодня прокомментирую то видео, которое появилось сегодня в социальных сетях и получило массовое распространение, где Игорь Дадон, будучи президентом, расстреливает свиней буквально в упор. Они в загоне, никуда не могут убежать, они там бьются в огонь и с криками, а он с улыбкой их расстреливает из снайперской винтовки. Но я не буду комментировать, потому что, все-таки, извините, я политолог, мастерская степень по политологии. Сейчас я изучаю докторантуру по политологии и комментировать такие вещи, это должны все-таки комментировать, наверное, психиатры, может быть, даже сексопатологи, но никак не политологи. Поэтому, извините, я прокомментирую другое, но тоже где-то близко к миру животных. Я хочу, чтобы мы сегодня поговорили про симбиоз. Это очень интересное явление в природе, когда два разных вида существуют друг за счет друга и, как бы, друг другу помогают, при том, что, в общем-то, у них ничего общего в их происхождении, в их свойствах нет. Ну, например, как рыба прилипала, плавает вместе с акулой. Или, как есть птица, которая своими криками приманивает медведя к тому месту, где находится мед, чтобы он разворошил улей, съел мед, а она потом ест личинки пчел. Или, как, например, муравьи и тля. Муравьи охраняют тлю, потому что они берут с нее сахар, который она вырабатывает в процессе жизнедеятельности. Вот это разные виды симбиоза. На самом деле, в молдавской политике тоже такое есть. У нас тоже есть симбиоз, это очень интересное явление. Наш симбиоз самый заметный, у нас его, как бы, много разных подвидов есть, но самый заметный, самый интересный симбиоз молдавской политики, это между ультрапророссийскими и унионистами. Вот, казалось бы, ну, абсолютно ничего общего. Враги, которые абсолютно на разных платформах, но они не могут существовать друг без друга. И это показывают все выборы за все годы независимости. Постоянно, когда у нас падает рейтинг у левых, тут же появляются унионисты, тут же между ними происходит стычка, и хоп, и у тех, и у других нормальный рейтинг. И проходили в парламент и те, и другие. Ну, кроме последнего парламента, там все-таки ситуация сложилась иначе. Потому что тогда Плохотнюк не дал поиграть им в эту игру, потому что у него были свои игры, и он не разрешал никому играть в его шахматы. И вот сейчас у нас повторяется точно такая же история. Сейчас у нас наши унионисты и наши прорусские начали друг другу подыгрывать. Ну, по-своему. Во-первых, в чем главная, самая суть в том, что они уводят повестку обсуждения общества от насущных проблем. Что волнует среднего молдаванина? Волнует бедность, волнует отсутствие работы, волнует коррупция, которая поглощает все ресурсы государства и не дает нам нормально развиваться. Волнует отсутствие правового государства, то, что нельзя добиться правды в суде. Вот это то, что болит у нас у всех. Но появляются унионисты и появляются наши пророссийские. Притом, я здесь хочу подчеркнуть, что, когда я говорю унионисты или пророссийские, это не значит, что все. Потому что есть и нормальные унионисты, и есть нормальные пророссийские. Но которые у нас именно в мейнстриме этого движения и унионистов, и пророссийских, они как раз играют в ту игру, о которой я говорю. Так вот, они уводят повестку обсуждения общества на второстепенные темы. Оставьте разговор про коррупцию, оставьте разговор про бедность, оставьте разговоры, это все фигня. Вот наступают русские танки, а вот наступают румынские жандармы, они придут и они всех нас убьют, изнасилуют и съедят, ну, а может в другом порядке, но проделают все те же самые действия. И находятся люди, которые, да, да, точно, вот с этим надо бороться. Пофиг, что бедность, пофиг, что нет нормальной медицины, все пофиг, давайте будем бороться с мифологией, давайте прямо вот утонем в этой борьбе. Именно этого добиваются эти товарищи. Я представляю, как вот просто кайфует Дадона и его команда, когда унимисты выходят и говорят, вы предатели, вы прорасисты, они, да, это мы. Помните, как тот пошлый анекдот, когда один гейк рассказывает другому, говорит, слушай, мне такой сон прекрасный приснился, представляешь, чемпионат мира, последняя игра, финальная, остается минута до конца матча, 0-0, я выхожу к воротам, мяч у меня, воротарь отходит в сторону, я бью по воротам и мимо, и все трибуны хором, пи***, а я им кланяюсь, а я им кланяюсь. Вот так наши социалисты то же самое, когда им говорят, вы предатели, вы за Россию, они говорят, да, спасибо, спасибо, это мы, это мы. И точно так же, когда они говорят про унионистов, эти хотят уничтожить государство, они хотят, чтобы Молдова присоединилась к Румынии, унионисты говорят, да, это мы, это мы, мы такие. То есть получается, на самом деле, они друг друга хвалят, потому что для электората унионистов критика со стороны социалистов, это как мед, и наоборот то же самое. И получается, что к выборам они друг другу активно помогают, друг другу накачивают рейтинг, продвигают друг друга в электоральном пространстве. Мы сейчас видим, что кое-кого из наших унионистов активно пиарят телеканалы бывшего холдинга Плохотнюка и также телеканалы Додона. И вот сегодня вообще, к чему я эту тему начал? Сегодня произошла акция перед офисом социалистов. Туда пришли АУР и устроили там потасовку социалистов. То есть в прямом смысле слова там дошло до драки. Один социалист треснул Киртаку, вот тут аж очки улетели в буквальном смысле слова. То есть к чему это делается? На самом деле, я думаю, что Киртака не очень расстроился, потому что сейчас он герой. Вот сейчас сразу ему плюс несколько процентов унионистов. Молодец, пошел воевать с социалистами, какой классный парень. Ну, а соответственно, социалисты, их электорат про этого депутата, который треснул Киртаку, молодец, как он защищает наши интересы, как он за Россиюшку здесь борется. Вот и все, как бы, и что еще после этого нужно, когда есть такая помощь друг другу от одних и от других. То есть перед нами совершеннейший природный симбиоз, как вот между двумя видами животных, вот у нас точно так же между социалистами, между пророссийскими, правильно сказать, и унионистами. Увели людей от актуальных тем, запудрили мозги, перевели в плоскость мифологии, подрались, набрали очки, идут в парламент, молодцы, каждый себе прибавил понемножку очков. И, повторяю, так было всегда у нас на выборах. На каждых выборах происходит одна и та же фигня, но мы ничему не учимся. И потом вот те люди, которые из-за этой вот просто на эмоциях, вот сейчас так, надо проголосовать за унионистов, потому что эти, смотрите, какие боевые ребята, молодцы. Или другие скажут, нет, нет, надо проголосовать за социалистов. Наши ребята молодцы, сражаются. Вот те, которые сегодня так на эмоциях, проголосуют за тех или за этих, потом после выборов будут сидеть, схватившись за голову и говорить, блин, да что ж такое, ну почему мы так плохо живем? Мы потому так плохо живем, потому что мы жопой думаем перед выборами, а не головой. Вот очень просто. Если бы мы думали головой, вот такого бы никогда не произошло. Все, что я хотел вам рассказать сегодня, не забываем подписаться на канал, не забываем поделиться видео со своими друзьями. Всего вам доброго и пока!